Что творится в мире и какие новости дома? Быть в курсе всего и держать руку на пульсе. Виктор Талабаев привык к активному образу жизни. Работа, спорт, семья. И выбиваться из привычного ритма, чтобы лечь в больницу, мужчине совсем не хочется. А потому лечение в дневном стационаре как раз кстати. После Афгана у меня три ранения уснуло. Два осколочных, одно живое. Потом гибель сына тоже сказалось. В основном это давление мучает, это головные боли. Остальное так вроде стараюсь поддерживать сам себя физически. Дневной стационар терапевтического направления работает в областном госпитале ветеранов войн только второй день. Это совершенно новое для госпиталя подразделение. Проходить лечение здесь будут те пациенты, которым не требуется круглосуточное наблюдение врача. Болезни дыхательных путей, кровеносной системы, почек, эндокринной системы и другие. После дневных процедур пациенты отправляются домой. Это не только дает возможность сэкономить при сохранении уровня медицинского обслуживания затраты на одного пациента госпиталя в сравнении с стационарным лечением. Хотя безусловно показания медиков здесь требуют и для кого-то и круглосуточное медицинское наблюдение. Но и самое главное, сохраняет ту психологическую среду, в которой человек постоянно находится, что само по себе сказывается на него более благотворно. Стационар рассчитан на 20 коек. Для удобства есть холодильники, водонагреватель и телевизор. Обедать пациенты будут в госпитале. Первый, второй и компот. Как и для тех, кто находится на стационарном лечении. Сами пациенты отмечают. Здесь, как в санатории. Пациенты, которые сюда приходят, они пользуются всей базой госпиталя в целом. То есть они здесь проходят и диагностические мероприятия, лабораторные исследования, исследования функционального характера. Вы знаете, что на базе госпиталя имеется мощная база диагностическая. Это МРТ аппарат, это компьютерный томограф. На ремонт нового отделения из областного бюджета было выделено более миллиона 800 тысяч рублей. Такой формат лечения для госпиталя оказался не новым. В 2001 году здесь открылся первый в Самаре дневной стационар неврологического профиля. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.